Утешителю души истины, и живи везде, Сын, и вся исполняет Сокровище блогих и жизни подателю Приди все весяны, и очистены от всяких скверных И спаси, Боже, души нашу Благослови Отец наш небесный именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови наши занятия по Слову Твоему Святому Как некогда приходил Ты в домы, Господи И говорил Слово Твое Святое, преподавал его нам для спасения душ наших И люди слушали, оставляя все суетное Помоги многому милости, Господи, оставить все суетное в жизни нашей И покрыть это все Словом Товим Святым для спасения нас Тебя слава за все Отец и на Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Матфея 13 глава Ты опять сюда Хочешь словить? С 24 по 30 стихи С 24 по 30 стихи Другую притчу предложил он им, говорят Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем Когда же люди спали, пришел враг его и посеял ему пшеницу и плевел и ушел Когда взошлась зелень и показался плод, тогда явились и плевелы Придя же рабы до молодыки, сказали ему Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же там плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это А рабы сказали ему, хочешь ли, пойдем выберем их Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы А оставьте расти вместе то и другое до жатвы И во время жатвы я скажу жнецам Соберите себе плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их А пшеницу уберите в житницу мою 36 стих Тогда Иисус отпустив народ, вошел в дом И проступив к нему, ученики его сказали И изъясни нам притчу о плевелах на поле Толкование Оставил народ тогда, когда народ не воспользовался учением Он говорил притчами, дабы его попросили Народ же не позаботился о всем, не хотел спросить и вразумиться И таким образом, Господь по справедливости оставляет его Плевелами называется все, что растет среди пшеницы Ко вреду для нее, как и душе, лукавые помышления 37-42 стихи Он же сказал им в ответ Сеющий доброе семя есть сын человеческий Поле есть мир Доброе семя это сыны царствия А плевелы сыны лукавого Враг, посеявший их, есть дьявол Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелов Посему, как собирают плевелы и огнем сжигает Так будет при кончине века сего Пошлет сын человеческий ангелов своих И соберут из царства его все соблазны и делающие их беззаконие И вернут их в печь огненную Там будет плащ и скрежет зубов Толкование Здесь идет речь о ересях, которым подпускается быть до скончания века Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков Возникнут возмущения и войны А при возмущениях может быть и то, что многие и из верных погибнут Но и Павел, и разбойник прежде, нежели уверовали, были плевелами И однако же ради того, что после они имели сделаться чистую пшеницу и Христу Не были истреблены в то время и впоследствии принесли Богу плод А плевелы пожгли огнем Святого Духа Посему не должно убивать еретиков А должно удаляться от них и не вступать с ними в разговор Кроме тех случаев, когда это нужно для того, чтобы обратить их И опять сделать пшеницу Если же останутся плевелами, то сами узнают, когда искушены будут огнем Не повезло Не повезло нашей истории Но будем говорить, православные меньше в этом заражены Ну тоже приложили руку, конечно Но крестоносцы, все знают эти Кто говорит 11 крестовых походов Ну по значимости, по массовости Кто 13, а кто и 16 насчитывает Вплоть до того, что крестовые походы детей Дети собрались и пошли крестовым походом Зараженные вот этой религиозной вот этой вот мракобесием Освобождать святыню Господню Ну и конечно там их поубивали Там массовые убийства детей были Вот оттуда, наверное, вся эта педофилия пошла С этих крестовых походов Православные тоже молодцы Защитники Нас же все защищали Только мы же не захватываем земли А не колонизируем, как американцы А защищаем их Ну а куда деваться местному населению Вот этим язычникам и так далее Вспомним Стефана Пермского За то, что он сжег капище Они его убить хотели Ну хорошо там Господь мешался А тоже правильно поступил, неправильно, кто знает Мог бы и погибнуть Хорошо, что так Я хотел спросить, сколько притч Христос говорил, кто знает Простой вопрос На память примерно, какую притчу ты знаешь Припоминайте сейчас это все О закваске, о поле О сеятеле Ну конкретно, на поле несколько притч о поле шли Какая именно Одну то, что дал виноградник Пошел, а другое дело Когда плевел Это же разный, хотя все сельскохозяйственные О талантах О талантах притча Женщину взяла три меры муки Считаешься? Отдельно Ты считаешься? Не знаю О мудном сыне Я очень вообще О богаче и лазере Я хочу что сказать Мысленно так, напрягите Что вот в то время были бы люди Которые твердо веруют, что в монастыре Это в таком виде, как и есть Это от Божьего установления Они приняли Христа, веруют В день и ночь творят молитвы Иисусу И они эти притчи-то ведь ни одной не принимают Они все против идут Какие бы мысленно так это Не считая задержанность Сказать А какие бы притчи тогда надо Христу сказать Или мы бы сейчас что-то сказали Чтобы люди, которые приняли монашество всем сердцем Отреклись от мира Я не говорю о пьяницах Нормальные Ну и именно те, которые заперлись Как у Папомия Великого, у Василия Великого Там Венедиктора Я всеми занимался этим В общем-то они одинаковые Соловецкий монастырь возьмут На Соловках Балаамов монастырь Сергия Радонеска И у этих монахов собрать вместе Они нашли в общий язык Меньше ешь Меньше спи Но это определенно Они рекорды ставили в этом вопросе Работать надо Но когда Арина еще там будет работать Вот какую бы притчу им Хотелось услышать от Христа Чтобы они сказали Мы вписались в эту притчу Про нас Христос сказал Что ни одной притчи о них нету Это и так понятно Любому Я в течение одного часа докажу Все притчи переберут Чтобы такую притчу Он сказал Что Вышел Господин один И нанял работников И видите мой виноградник И вот там Виноград это Это что такое? Что виноградник? Виноградник Все люди А они это поняли Так И сказал Идите Но правильно сделай Тех которые От виноградника отойдут Построят высокие мандры Мандра это стена А архимандра Архимандрит Это начальник Над стеной И там Нужно творить Иисусову молитву Тысячу раз Господи помилуй Господи Иисусе Христос И не можем помилуй мне грешного Совершенно не задумываясь Ни о Господе Ни о прощении Ни о колгофской жертве Услышал себя Господи помилуй Что он сказал Разбойник Уже в раю Притом Это уже Нельзя отменить Да мало ли еще скажет Это Христос сказал И он в раю Ни крещения Ни причащения Ничего нет Исповедание Язык Уверовал Вот какие бы Как эти притчи Которые Христос говорил Как бы монахам Хотелось бы Чтобы они были сказаны Чтобы они сказали Вот мы все так и делаем Что все данные притчи Против монаши То есть монаши Это против всех притч Я годами доходил до этого Сел обратно Решил прочитать все Евангелие И у меня составили себя в интернете Выставил притчи Какие бы надо было сказать То есть они совершенно антиевангельские должны быть Совершенно против И кроме того Когда придет хозяин Потребует плода Вы не забывайте Что в мусульмане Два миллиона Два миллиарда Миллиарда Китай два миллиарда Это все могли быть Православные христиане Никого не послали Главное набрать Вот он Один пробужденный Он святой Святой И вот он И идет По сегодняшней Рыщет Как сектанты делают Так встречается Кто Человек ходит в храм Молится Богатый Жертвует очень много Его все любят А он подкатил к дочери В это время Когда отец в храме был В монастыре И говорит Это все Главное это Девство Бисер девства Бисер девства А то что она замуж вышла там И от нее Святые как у нонны Из семьи Кажется четверо Канонизировано только У себя то какая она Единство Но это Сама то она все таки Девцы не сохранила Все должно быть под печатью Что она девушка должна остаться Подражание кому то Вечной деве Я говорю То что написано там И вот как спасаться И он начинает ей говорить Ты знаешь душенька Мы спасаемся так монахи От всего земного мы отошли От земного мы не помышляем Как колоссином 3.1.2 написано Мы только о горле Творимый исихазм называется Я так хочу туда Ну надо чтобы это Когда отца дома не будет Тогда И он начинает ее обрабатывать Отец приходит Его нету А дочка уже все Она туда навострелась И наконец-то отец в храм А она сбежала Куда он говорит Он видимо наставил Ты в мужской мастере Иди Волосы-то обрежь Ну как это Тогда были при Наполеоне Кто она там была В Кавкавалере А я даже не догадывался Что молодой офицер Это женщина Это времена Кутузова Пороскела какая-то Не знаю как она Но она это делает Вот так И она пришла Ее настоятель начинает там Расспрашивать как Она врет на каждом шагу Но ей как по-другому-то Она Федора А она выдает себя за Федора Если она Евгения Это Евгений Так Да вот так Я была одна А хозяин-то Уже закон был Апостольское правило Не апостольское Там Петра и Павла Там есть Не принимать монашество Без соблаговоления Хозяина Рабовладельца У меня отпустил Она княжеская дочь Она богатая Но она хочет спастись А в миру не спастись Ни одного не канонизировали За 2000 лет в миру Хотя там люди были Намного выше и порядочнее Ну взять как Павского Герасима Петровича Ильих Вольсона Данила Аврамовича Переводчика в Библии И она туда в дверях Он ее установит Посмотрел Видимо посоветовался Ну как брать Да ничего А кто Да я Евнух Бороды-то Борода от меня растет Я Евнух А у Евнух Это мужское достоинство Это власть над женой Не просто так Вот у меня клок волос Ты на меня гляди да и бойся А то говорит Козел с бородой 100 рублей Вот Ее приняли И она дальше думает Рано или поздно Меня разоблачат А нельзя ли где-то Отдельную келью Ей же и на двор надо сходить Да иногда хоть раз в год Помыться надо Ну молодая же девушка-то Видят так Подвизается она На полную катушку Как говорят И туда Отец приехал Дома нету И он начинает Везде И к этому настоятелю Приходит К монастыря Где он там Половину имения-то отдал Где его дочь-то спасается И говорит Что делать Он говорит Не знаю Надо молиться Чтобы Бог открыл Где-то молятся Он монахам объявил Отец там жертв Он на 10 лет вперед Снабдил продуктами У него там все И жир И яблоки И редька И лук Все есть Вот они молятся Молятся Ответа нет Значит Бог скрыл ее А он скрыл-то у них Стрета тот Который там Обрабатываем Вот он нанял ее сюда И отец День и ночь молится Везде рассылает Узнает Полиция, милиция КГБ на ноги поднял Все Нигде нет Он международный розыск дал Бесполезное дело А она рядом под боком И тогда настоятель говорит Знаешь Приходи Говорит У меня есть один инок Очень сильно подвязается И писание знает Он тебя утешит А она Не встречает Встречается Это же мужчина Не знаю А он-то дает Кевнуху ее Она там через ширбу Разговаривает Он ее полюбил Этот голос Как она говорит А видел голос Уже годы прошли Изменился Он в душе не чает Как еще у него Свободное время В храм отмолился Моластеря А можно я к этому Опять к Евгению Это Я когда поговорю с ним Как будто бы я дочь нашел Свою Так он ее и нашел Но не понимает Кто там И наконец-то Она заболела В таком Они долго-то не живут Ну и Представилась Как он плакал Но она записку оставила И говорит Ты только Не обижайся Я твоя дочь Вот эту картину В фильме показать Да если Такие Артисты Какие-нибудь Да показать Как Елена Быстрецкая Такие вот Которые сыграют А там Да и Мордюкова потянула У него чуть разрыв сердца Не случился И это притча Не один раз Другой такой же Нашелся Как говорится Ухарь Он идет Везде Встречает Такого А ты куда Да я в монастырь А я в обоз Везу Ну это хорошо Конечно Ну а сам-то Как ты Ну помолюсь я Да главное Там в монастыре Что был Ну что ты так-то Я говорит Был офицер Полковник Я все оставил Это хорошо Но это не главное Главное Монашество принять Чтобы постригли Тебя там Не одна Галина Александровна Постригает Там тоже Стригли Будь здоров Все Мужика обрубил Во-первых Помощи нет Имение растащили Он пришел туда Я не знаю Сколько он Года два жил Помер Здоровый мужик А этот охотник Он уже там Рыщий В другом месте Опять находит Богатеньких И опять Та же самая Картина Один в один Опять его Уламывает Тут все продает Монастырь Года два Помер Как будто Хаттабу Что-то письмо Зараженное дали Что с ними Там делается Нигде не написано Но Димитрий Ростовский Написал это Он этого угробил А он все время В розыске Он молится Он святым будет Еще за то что А те люди Жили Работали У них предприятие Налажено было Как Виктор Игорь Гуго там Жан Вальжан Там Город Богодельный Детские дома Построил Там библиотеку Главную Храмы строят А теперь Его засунули У него ничего И началась Тут беда Везде Проституция Все поделось Опять А он А он Из такого Города Грязи Сделал Примерный Город Отверженная Книга Виктория Белгоща Из которого Я пришел В поиску И опять Та же самая Картина Я говорю Потому что я Житиями Занимался Вот лежит книга Жития От святых Подними ее Покажи 1173 Жития Я вложил сюда Это моя книга И это Нигде Такой книги Не было Это не просто Книга А симфония Жития От святых 2002 год И дальше Прочитай вслух Что тут написано Громко И дай ему Чтобы Читать мог По благословению Преосвященного Евтихия Епископа Ишимского Ихсибирского Русская православная Церковь за границей И по благословению Преосвященного Максима Епископа Барнаульского И Алтайского Московская Патриархия Симфония Указатель На жития Святых Автор Составитель Лапкин Игнатий Тихонович Все Низкий поклон Сонарову Александру Помогли книгу Издать Вот где Армандо И всем Содействующим Магазин И он взял И Новый Завет Он помог издать Какие люди Я каждый день молюсь Никита Он Виктор Александрович А в крещении Никита Ну поняла Этой книги Нет нигде Такой Я допустил Вода Камень Ты не знаешь Ну и житья Ну и житья Хоть какое-то событие Он говорит Я помню Там Сатана Взял камень И как дал Человеку Ни один Не назовет Ни Осип Никто не назовет Они не знают Поверьте Абсолютно А ты только Камень Так Раз К По алфавиту Это ведут слова Камень И там ты считаешь Одного другого Пальца не грызди Кому Так смотрите И вот дальше смотрит Ага Аверки И что Аверки делает Демон его боятся Он исцеляет людей Демон Выйди из нее А куда я пойду Он рот разлинул Заходи в меня Рот раскрыл Уста свое А от него там Пламя и огненные Плазма Течет Дьявол как Озарал и долой Он не боялся демона Но и однажды Демон он заставил Камень тащить А камень видать тому Тысячи тонн И он нет С тонн издавал Прямо стадионом Когда люди в футбол там играли Наверное И пришло время Он камнем каким-то Ударил его по ноге И долго нога болела Все нашли Ты камень Теперь вспомнил Что там было Сатана Это раз Там у Сатана Нашел Даже воздух По воздуху нес По слову воздух можешь найти Вот так Я к примеру говорил Найди камень И там камень было На камне голову отрубили Под камнем спрятался человек Слово камень В каких житиях встречается Но после каждого слова У меня две строчки Две строчки Посмотри Видишь Свободные То есть Если ты Точечки Там Если у тебя Новое житие будет Я же не вручаю За полноту Где-то Что-то я не упустил И все это Помог сделать Вот так Напанаил Николай Николаевич Тогда он был у меня Жил вместе На втором этаже На вторых нарах Спал А я внизу А где он сейчас Говорят Уехал В Казахстан И женился В Ерманов Корректор Дебунов Игорь Владимирович Вот так Игорь Владимирович Айпаде Не помнишь Ну почему Ты наверное только помнишь Гюстава Нарова Спрашивал Нет еще Новый Завет Старый На весь мир Прославился Понятно А набор Вот смотрите Интересно Набор Иеромонах Нафанаил Лапкин Игнать Тихонович Приходько Наталья Николаевна Верстка Иеромонах Нафанаил Судников Лапкин Игнать Тихонович Корректор Т1 Игорь Дебунов Игорь Владимирович У тебя Дебунов Разных юристов Благословляет Вот такую книгу Найдите еще где-то Я когда пришел Издавать ее А Максим Дмитриев Приехал Тут уже И вот первая была встреча Как Мне сказали Он очень хочет вас встретить Мы пришли уже Зимой Кажется Стемнялся Он встал Вот так руки Раскинул Заулыбался Это вы и есть Я столько о вас слышал А тут Войтович Александр сидит Кажется Капранов Я говорю Ночные Сычи сидели Они молчали А потом они ополчатся Это первый И последний раз Где он так Дружески раскинул И дальше ему Наговорили Он это принял Только в конце Когда его патриарх Уже видимо Даванул Нам говорят Я готов на вертолете Прилететь Потеряю А батюшка говорит Да садитесь Негде Можно еще Я тут прочитаю Интересно Ну понятно Я говорю О том что знаю Насколько Маленько Хотя бы Тут прочитает Она еще Интересно Еще одно имя Здесь указано Набор и верстка Осуществлены На компьютере Подаренном Благотворительной Организации Древа жизни Через писателя Александра Нежного Помните как он был у вас дома Он что-то поздно-поздно Приехал То ли задержался То ли что Я помню Видите Тут все данные Кто Когда Помог И где-то Сейчас уже у вас И компьютера Этого нету А Максим Он мне подарил Как раз компьютер Самый первый Первый Принес и подарил А я даже Он подарит Я говорю А зачем У меня печатная машина Тает Он говорит Тут лучше А тогда первый учител У меня Галина Александров Она показала Как точку Превратить в запятую И у меня такое удивление было Резинкой не стирать Я бы тогда Это лучше Чем в машинке И когда С Максимом встретились Я ему показал Он говорит Да такая книга есть Я говорю Ну же благословение Так о вас благослови А ваше А он не обидится Что я рядом Он патриархийный А тот зарубежный А тогда Сильно не сладили Я говорю Да нет Ну он Раньше у меня рукоположено Его на первое место А оба епископы Звание одно Но когда Разговаривает Первым делом Лишите языка Христос сказал Против сатаны В оружие После молитвы Ты веришь в это? Конечно А в монашестве Как Послушание Абве Дороже Поставь молитвы Христос говорит Высшее оружие Нет После молитвы А в монашестве Вывело Послушание Настоятелю Больше Поставь молитвы Больше Тот Кто претендует На это А выше Бога Кто сядут Среди сон Богов Буду как Бог Я в этом монастыре Выступаю И в монастыре Сказал Там монахи Меня готовы Разорвать Я говорю Ну вы оправдываете Сразу Скрючила Их сидят Я как начал им Рассказывать Когда выбирают Самый такой Жестокий Ни перед чем Не останавливаются Кто бы он ни был Я рассказал Как про то С сыном Приняли в монастырь Помнишь Рассказать можешь Приняли в монастырь Какого-то Мужчину с сыном Но они ему сказали Только ты к сыну Не подходи На все его Нужды не отвечаешь То есть вот он Голодный Холодный Грязный Он вроде как Папа Есть хочу Папа там Холодно А он должен Понаказывать Настоятеля Совершенно не обращать Внимание на ребенка Какой-то ужас На улицу Выставить Чтобы сына Какой-то ужас Ребенок Ничего не может понять Да это еще не все Под монастырем Пока жили Там три дня Пока решалось Существе Он понимает Это тетя мой Это все Кормит Каждый день Сухарь даст Хотя бы А здесь Чтобы ничего не давал А сами его не кормят Он обошибший От трех Он и посинел И от холода А они в окно смотрят Как он реагирует Крепкого мужика Пример Он подходит Он даже не глядит на него Ребенку это не понять Как так Как так мой отец Я есть хочу Отец даже не глядит Шилом Сидит ковыряет И все И они видят Ничего не могут сделать Тогда пришли Говорит Он кричит Нашим монахам Мешает молиться Накормит Поэтому Возьми его В реку Брось В реку Рядом Река Бурна Протекает В реку Брось Ну где заповедь Любви Есть же такая заповедь Это ну верно Ну наверное Тем более Это в природе Заложено Любить свое детище Ты попробуй Кошку Кошка Если полетит За котенком Она не отдаст его Живой Да Нестораз стал так говорить Настоятель ему кричит Так этого Не знаю Как уж он его назвал Васька Масика Туда он его схватил Вахапку На берег Из берега Его шуранул в воду Но монахи умные Они там поставили Сеть Они его поймали Дальше уже сказка Ребенок умрет Задохнется Его там переворачивают Они вытащили Надо говорить Это настоящий После меня Я настоятель Его ставки То есть это Садизм В высшей мере Это фашизм Коммунизм Все вместе взятое И это все Прославляется Самое главное А у другого Была точно так же Та же история Но только он Работал на пекарне Печи-то огромные были В печь толкаю Ну а дальше Это все понятно Дальше Божья Матерь Бешалась Огонь внезапно погас И ребенок На перине там оказался И он у нас хватило в печь Матери Прикинь к себе Ну ты была когда-то молоденькая Ну прикинь это к себе Женьку бы Да При Плечу такую Плечу составу И сказать таковых Садца небесная Концовка-то Так это не все Не все Ты про монашу-то еще Ничего не знаешь Ну представь себе У Пахомия Великого Одиннадцать тысяч мужиков А двенадцать тысяч Это полновесная дивизия Дивизия И вот Собирает хворост А он-то святой Почему-то все И он говорит Я видел глубокое ущелье Ни света Ничего нету И на дне Мы находимся И лбами друг друга Сшибаем в темноте Пытаемся вылезти Но все это падает вниз И только отдельные Единицы Там скалолазы Сумели выбраться Но я их уже не вижу Не вижу выбрались Вот такой наш монастырь А это примерно монастырь В темноте Так он там описывает Страшно описывает Как зомби какие-то Они ходят Наталкиваются Друг на друга Подробности Ну и как Это в какую притчу записать Сумасшедший дом Идите по всему миру Вы знаете что Азербайджан Чечня Ингушетия Вот это сейчас Северная Алания Там называют они Ну и по порядку возьмем Турция Иран Ирак Это все Было язычество В 632 году Основатель мусульманства Мухаммад умер Шесть веков прошли Как один день И ни одного человека В эти места не послали Ни одного А если бы А если бы послали А послали было бы по-другому Вот дошли до Тиевских гор И ты видишь как Дошли до Болгарии Это православные Не дошли Пошли туда дальше Какие-то Там другие А эти пришли Сразу везде Зашли А это Второй мир И везде Враждебное православие Враждебное христианство Это все Это все на совести монахов Ну Человеку дали Трудись Иди По всему миру Ни один не вышел Поле-то заросло Терровником Я что Прибавляю или нет Что вы закрашиваете-то Они могли Обратиться Эти люди К ним были просто Ну назовите Кто миссионеры были Ни одного не было Это Андрей Поряк подробно Описывает Ни одного Ни одного Кирилла Мефония Не нашли Шесть столетий А Баптисты Нашли бы Свидетели Леговы Нашли бы Ну представь Ни мужа Ни жены Ни дома Все на готовом Работает Они свободны Отправить хотя бы Десять тысяч А тысяча дома Бы остались Кого-то привещали И прочее Могли сделать так Нет Притом как Выхода из мусульманства Нету И выхода из монашества Нету Вот он женился Сейчас Венчать его Бувший армонах Его никто не будет Николая Николаевича Судникова Никто Это беззаконие А дальше уже сказки Братья в грим И что Теперь он живет Уже монах Женой Дети Он с сыном Пошел в баню В бане Ну моется Видит там Пошоркает Сын-то начал Там спинку-то Скрести Говорит Папа А у тебя На спине Крест такой большой Такой Крест И он понял Что все это означает Где этот парамант Который давали Шили Как парашютные Лямки Где-то все сбросил Так этих Случаев-то Не расскажешь Архиерей уехал Куда-то Вот тут приезжают А два монаха Уже женились До коней не могли Лекарство Очень хорошее И приятное Если что Лучше Жениться Чем разжигаться А то За этим 11 миллионов У нас Женщин Которые Никогда Замуж не выходили Понимаешь Сколько монахов Надо Чтобы спасти Всех Потому что Не мусульман А по одной Ну дальше Шагните За это Почему Они почему-то Не дошли До Калмыхи Оттуда Отсюда Буддисты Пришли Там Буддист Вся страна Буддистская И любжанов Шахматисты Он же оттуда Но Не только До Калмыкии Они дошли Плечи Какие И до Красноярского края Дошли Шойгу Он увидел Этот сон Но выводы Сделал Какие Еще не сделали Вернулись Опять заперлись И все Один раз Только Александр В обители Неусыпающих Вышли они И то Закончилось Плохо Очень Чем Давай их Бить сначала Били там Ну там интересно Надо долго Рассказывать Посмотри Под стол Туда Направь Вон туда Глядя Вон там Глаза Сверкают Ну скажи Покажи поближе Сюда Пойдем Инатиноч Просят об обители Неусыпающих Рассказать Александр Как он вывел 70 монахов Я написала О бабуле Так Я говорю Вы дома Составьте прищу Какую бы по вашему мнению Надо было Иметь Чтобы монашица Сказала Это про нас Мы делаем по причине Ну одну Понимаешь как А при чем тут Я говорю Он ненавидит Монашество Я двумя руками За монашество Мона это один Хорошо быть Не женатым Не замужье Она не заботится Как угодить Божью А через запятую Добавляй Никогда ему Не угодишь Или ему Хорошо одному Мирской Как угодить Жене Она напрасно Ты трудишься Сродно Не угодишь Запятая Никогда не угодишь Жене А Богу Бесполезно Господь нам повелел И мы пошли Вот сейчас разные законы Придумывают На дорогах И показывают Я сегодня один ролик Смотрел Он студент Подходит Этот Который там Их там много Стоит Остановили Он Так Открывает А зачем открывать Баренка приоткрыл Не открывает Студент сидит За рулем А почему Вас остановили У нас Мероприятие На дорогах Проверка А к какому отделению Относитесь Он говорит Такому Он набрал У вас там предприятие Какое-то идет Мероприятие Нет Тут еще что Обманут Мероприятия нет Зачем Вы мне остановили И дальше Сколько он с ними Говорит Это ролик Больше 30 минут И он Все законы Знает Студенты А их уже Трое Собралось И все снимает Он говорит Я имею Право снимать А вы меня не имеете Я против Что вы меня снимаете На полицию И опять же Ему статья Я не знал Это дело И говорит И говорит С ними видно Что это И все снимается Где-то Он потерял время Кто сидит с ними Мы проехали 120 тысяч километров Это по экватору Три раза мы объехали Десятки стран И нас останавливала Полиция Милиция И мы никогда Не спорили Так Мы все вышли Документы Мы документы Все Ничего нет Бывало Где-то я не знал Но Николай сидел Шкурчина Говорит Я скорость превысил Штраф такой-то Один Давай обыскать Я говорю На каком основании А у нас тут На дорогах Реет там И прочее А что снимаете Вот документы Есть на этот аппарат Начал Я говорю Я имею полное право Снимать Ну пошли туда Мы с ними пошли Дорога Я иду и снимаю А заходим туда Тут не имеете права Тут не имеем права Я выключил Зашли начальнику Документы показали Просим полицию Чтобы нам помогали Мы везем Тогоев Он так Смерил нас Глазом Так Отпусти То есть он понял Что лучше не связываться А этот видно Как накачанный Наркотиком И все говорят Да наркоман Он под кайфом Находится Ну отпустили нас Повторяю От Владивостока До Лиссабона Скандинавии Прибалтика И север И нигде Мы не спорили С полицией Они нам помогали Не один раз Можно знать законы Можно привязаться На каком-то основании Еще смотришь То другое А было что Штрафовали Было А было иногда И задерживали А вы через Турцию ехали? А? Вы через Турцию ехали? У Гена Эрдогана не были? И Турцию, да С той стороны У Гена Эрдогана Оставили что-нибудь? Нет Где-то еще-то оставили Сейчас я не могу сказать Черное море С той стороны проехали Турцию Турция мне Ну через Чечню, да? Может быть больше всех понравилось Какая стройка идет Где какие-то тут стадионы В России Это нанимают Это только турах Ой, мастера Какие Турции Везде Там мы были Мы это видели Это все были бы Христианские страны Если быть 11 тысяч миссионеров А это были язычники Склонные к этому Мухаммад-то их поставил Перед пактом Или это Или башку отрублю А его бы не было Он глубоко верующий человек Был этот Мухаммад-то Он бы был христианином А он там уже раз 300 Других там еще услышал Ну и поэтому У него так и получается Что Еретиков Сестра Он пишет в Коране Сестра Моисея Она за тысячу За 600, кажется, лет жила До До этого И до Марии 1600 И она говорит Мария была сестра Моисеева сестра Моисеева сестра Она родная сестра Богородицы У них тогда много чего Ну ладно, давайте дальше Матфея 13, 43 Тогда праведники Воссияют как солнце Царствия отца их Кто имеет уши слышит Да слышит Толкование Так как солнце Так как солнце Кажется нам Блистательнее Всех звезд То Светозарность Праведников Сравнивается С солнцем Но они будут Сиять Светлее солнца Солнце Правды Есть Христос Праведники Просветятся Тогда подобно Христу Ибо говорится Что будут Как боги 38 минут Матфея 13, 44 Не разговаривайтесь Еще подобно Царство небесное Сокровище Скрытому на поле Которое Найдя Человек утаил И от радости О нем идет И продает Все что имеет И покупает Поле Толкование Поле Мир Сокровище Проповедание Веры И познание О Христе Оно Сокрыто В мире 1 Калифинам 2, 7 Ищущие Знания О Боге Находят Его И все Что имеет То есть И языческие Учения И злые Нравы И богатство Тотчас Бросает И покупает Поле То есть Мир Ибо тот Кто познал Христа Владеет Достоянием Всего Мира Как собственностью И не имея Ничего Обладает Всем Содержит В арабском Подчинении Себе Твари Повелевая Ими Как Моисей Иисус Илья И другие Комментарии Игнатия Лапкина Когда проповедь И частное Собеседование Были Устранены То О нравственности Прихожан Пришлось Забыть Церковь Перестала Отличаться От мира Проповедь Евангелия Веры Христовой Вот Основное Оружие В правой И левой Руке Благовестника То есть Библию Он держит Раскрытой Двумя Руками Одной Рукой Не раскроешь Вторая Коринфянам 6-7 В слове Истины В силе Божией С оружием Правды В правой И левой Руке Еще На подходе К званию Пастыря Священника Архиерей Обязан Совершенно Точно Знать Кандидата И ни в коем Случай Не допускать До этого Поста Безгласного Безязыкова Пусть даже И Высоконравственного Главное Оружие Проповедника Это язык Чтобы он был Как трость Скорописца Псалом 44-2 Излилось Из сердца Моего Слово Благое Я Говорю Песнь Моя О царе Язык Мой Трость Скорописца Если В церкви Нет проповеди Она обречена На вымирание На бесплодие Полное Врождение Прихожане Превращаются В суеверных Темных Изглобных Завистливых Искупых Где нет Евангельской Проповеди Там тлен И смрад Невежество И тупость Где нет проповеди Там извращенные Мысли Настоящая Мракобесия Только Слово Господне Вложенное Во внимательные Уши Благословенным Языком Проповедника Рождает Истинных Чад Церкви Сынов И дочерей Неба Римлянам 10 17 Итак Вера Отслышания Отслышание От Слова Божия И Римлянам 10 15 И как Проповедовать Если не будут Посланы Как написано Как прекрасны Ноги Благовествующих Мир Благовествующих Благое Можно спросить Владимир Тихонович Вот вы говорите Что за Столько веков От Мухаммеда Не пришли Православные Не проповедовали Но если взять Город Станбул Там сейчас Турция Мусульмане Но до этого Это же был Православный Город Константинополь Иоанн Златоуст Православный Был Священник А потом Епископ Но где Дели все Ну пришли Они захватили Эти Мусульмане Нечто Ни одного Христианина Не осталось Чтобы Дальше Заквасить Все общество Ну не все Половину Третью А в каком году Захватил Не во времена Златоустра Это уже Они когда Победили Грецию Взяли Ну а Греция Разве не Православие Ну что мы И видим Что из Греции Это привезли Игнать Игнать Православие Там Я не знаю Из десяти царей Может быть Только один На престоле Остался Остальные Как это Православие Свергали друг друга Сыновей Сразу кастрировали Глаза Выжигали Это греки Игнать И сейчас Подожди Сейчас вот это Что они там Константинополь Патриархия Это они Что из-под Их власти Что-то Уходит Они Одинаковые Поэтому Самая Вот эти Жадность Серебролюбие Властолюбие Православная Церковь Патриархия Это все С Греции Прихватили Они Они приезжали Тогда В времена Павла Олепского И тут Курили Их ссылали В Сибирь Ловить Соболей Как называли У них сейчас Священники Выйдут Курят Стоят Епископ Это ни за что Не считается Это в Греции В веке Греция Греция Вот А когда победили Когда уже Мусульманство Возникло Мусульманство Когда пало Это Ну какой год 1453 1453 Через 400 Тысячу лет После Златоуста А победили Это кто Которым не проповедовали Они Они такие были Язычники И он Пришел к ним Татарстан Заметь Татарстан В России А уже Им не проповедовали Они приняли Мусульманство А они Очень просто Проповедовали Приходят И Значит так У вас тут были Такие Христиане Были О вы еще не знаете У них же по одной Такой жене Можно иметь Да вы что А у меня Четыре Значит трех Тебе надо отпустить Так как так Дальше А они Конину не едят Как конину не едят Так а в дороге Мы лишнюю лошадь Колем и едим Ничего этого не будет А у вас У нас это разрешается Ну тогда ваша вера Больше ничего Они не знают Ни Коран Ни Библию Люди не знают Это все Бобов Фамилия его Его сейчас Епископом поставили В патриархии Его книжка такая была Он там Канонизировали одного Необходимо было И он говорит А вот он такой был Театр любил Колокольным звоном Собирали Театральное представление Смотреть Игнать Тихой Да Я тут Фразу Жириновского Услышал Что говорит Почему у нас С турками Более-менее Такой мир Сейчас Это говорит Потому что Очень много Браков Ихних мужчин С нашими Русскими женщинами И наши Русские женщины Говорит Уже над ними Верховодят Говорит Над турками Говорит Они такие Подскаблучники И поэтому На них Верховодят Женщины Да Наши Русские А где с бородами А где с бородами Там трудно руководить Женщинам Ну вот Он такую мысль Сказал Но У нас В России Давно Процветает Матриархат И эти Матриархийные Матки Туда переехали Они там Там ничего Она не сделает Он сразу Выведет ее Это вам так кажется Не сделает Женщина Очень много Сделает Что Мусульман Да Но если Она христианства Своим проповедовать То хорошо Но она же Не этим Будет заниматься Сергей У них много Есть незамужних А ей вылететь Оттуда Достаточно Три раза Через забор Крикный Дувал Я развожусь Сосед Я слышал Я развожусь А жена стоит Трясется Если третий раз Крикну Все В дом Уже Не войдет Она обязана Сейчас Ворота Открыть А обратно Заходит Но если Беременна Остается Пока Родит Сына Дочь Еще Два Года А потом Детенка Оставляй Уходи Там Не навоюешь Почему На ней все Ожерель Это все Это Все время Банк Собой Но Понимаете Если Русская Женщина Замужем За Турком Турок Не пойдет На Россию Воевать Потому что Ему Жена Не даст У меня Родственники В России У меня Родственники В России Как Она Не даст Да Ну Как Он Вам Объясняет Доводом Что у нее Родственники В России Так и думали Хорошо У царя Николая Кто была Жена Немка А с Германией Как раз и было И сразу Три империи Рухнули И в Австрии В Германии И здесь На немецком Ни одна Жена Не удержала Ни она Его не удержала Ни та Сестра Жириновский Заблуждается Если Он наоборот Говорит Браки Вот эти Да ни граммы Не играют Это думали Что играют А войной Пойдут И сметут Вместе Враги Домашние Написано Его Он один Не решает Ничего Религиозная Война Родственные Связи Не помогают Никак Игнать Тихонович У меня Племянница Вышла Замуж За араба Каир Вот они Приезжали Золовка Моя Говорит Я спрашиваю У него Ты пойди Второй раз Мечтаешь Женился Второй раз Не женится Это почему Да ты чего Он на базаре С ней встретился Здесь идет Попробуй Мусульманин Перед ней Ничего Она его Вот так Свернет Разве В Турции С бородами Там они Половина Без бороды Разрешите Я это Игнать Игнать Разрешите Я немножко Напомню Игнать Тихонович Запомните Запомните Давайте Уже Мы Одной Тоже Компании Собираемся Запомним Он говорит О проповеди Говорит Что Но не проповедовали А то Что Православие Было На Саудовской Аравии Ну На Аравийском Полуострове Это Само собой Вот сейчас Есть такое Называется Эмираты Знаете Эмираты Страна Такая Есть Арабские Эмираты Э Э Пишется Буква Эмираты А раньше Это Называлась Страна Омир Страна Называлась Омир И там Был Епископ Архиепископ Был Его звали Григорий В жития Святых Он Вошел Как Григорий Омирицкий И Помер Он В 570 В этом Году Родился Мухаммед В 570 Когда он Помер Григорий Омирицкий И он Жил В этой Стране Омирицкий И это Было Не просто Государство А православное Государство Было Во всяком Случае Эмир Этот Он Был Православный Он Его Уговорил Стать Православным И Жена Его Было Православное Он И Крестил И Евреев Там Была Куча И Православных Там Была Куча То есть Было Все Кроме Проповеди Вы Понимаете Сам Иролийский Полуостров Был Весь Православный Вы Что Не Понимаете Это Кто Их Просветил Григорий Омирицкий Возьмите На Прочитайте Хоть Раз Ну Видимо Так Просветил Что Они С Не Было Вы Что Понимаете Евангелие Не 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 Людям Вот У Нас Сейчас Православие Но Кураев Говорит У Вас Будет Не Православие А Эмират Тут Халифат Будет У Эмират Это То же Самое Вот О чем Идет Почему Потому Что Среди Православных Не Надо Проповедовать Не Надо Проповедовать Они Все Знают И Григорий Амирицкий Думал Святой Что Все Знают И Христос На Облаках Спускался К Нему По Его Молитве Христос По Его Молитве Спустился К Нему На Облаках Мужики Святых Читайте И Что И Там Самое Проклятое Сейчас Место Мекка Самое Язычество Из Язычеств Какие Только Можно Уже Не Проповедовали Никто Не Ходил Евангелие И Не Говорил Истину Не Нес О Христе Кто Спаситель И Григорий Америцкий Не Помог Этому Эмирату Тогда Нам Можно Подумать Что Бог Пускает Такое Можно Подумать Значит Не За Что Им Народно Принимать Эту Эту Веру Бог Не Допускает Представьте Там Все Были Там Прям Так Написано Все Были И Он Попросил Этого Эмира Что Евреи Там Были Против Не Стали Принимать Евангелие Он Грит Да Ты Просто Убей Все Смотрите Явление Христа Он Сказал Было Я Открыл На Букву Я Явление Все Нужно Брать Декабрь Месяц Десятого Декабря Считай Слух Больше Симфон Это Значит Только Открыл Все Какого числа Какую книгу Взять Прочитать А так Ты Никогда Не Найдешь А Ну Да Чтобы Уже Не Знали Где Читать Да Ну Вот Десятая Григорий Америцкий Америцкий Начальник Евреев Тихо Начальник Евреев Ерван Искушал Покажите Нам Христа И Совершилось Неожиданное И страшное Чудо Христос Явился На Облаке И В Громе Все А Моя симфония Сыграла Сразу По слову Облако Смотреть Теперь И там Он есть Второе Пришествие Уже Было Правильно Нет Он Не дошел До земли Он До земли Не дошел Христос Он Явился На Облаках И Обратно И Ушел Так И Сказано Явится На Облаках Явится До того Что Придет На Землю Второе Пришествие Смотрите Теперь Открываем Слово Облако Я не знаю Как Но Явление Было На Облаке Теперь Слово Облако Смотри Облако Считай Григорий Мирицкий Упрямые Евреи Требовали Покажи нам Христа И Христос Съявился На Облаке Так Все Два Доказательства По Двум Пунктам Которые Он Сказал А Где Доказательства Не Знаете А Доказательства Где Это Десятого А Декабря Декабря Да Вот Здесь Обед Кто Какой Обед Давал Когда Обида На Слово Обида Кто Умел Обижаться Как Ну Что Тебя Интересует Коль Где Копье Корысть Костер Крест Лошадь Любовь Мать Это Я просто Пример Скорее Всего Там И Монахи Были Прям В Этой Стране Ну Куда Без Них Без Них Без Торбы Продолжим 45 46 Еще Подобно Царство Небесное Купцу Ищущему Хороших Жемчужин Который Найдя Одну Драгоценную Жемчужину Пошел И Продал Все Что Имел И Купил Е Толкование Настоящая Жизнь Есть Море Купцы Суть Те Которые Странствуют По всему Морю И Стараются Приобреть Какое Либо Знание Знание Многих Мудрецов Представляют Себе Многие Жемчужины Но Одна Драгоценная Жемчужина Ибо Одна Истина Которая Есть Христос И Как Обладающий Жемчугом И Часто Держащий Его В руке Сам Знает Каким Владеет Богатством А Другие Не Знают Так И Проповедь Истинной Веры Сокрыта Бывает От Нерадивых И Не Хотящих Искать Ее Но Необходимо Должно Искать И Иметь Сей Истинный Жемчуг И Отдавать Все За Него И Еще Один Комментарий Игнатия Лапкина Чтобы Люди Искали Этот Жемчуг Истинную Веру Необходимо Проповедь Живое Слово И Одна Часть Семени Все же Должна Дать Плод Хотя Три Части Могут Погибнуть Земля Должна Жаждать Этого Семени Даже Самая Вдохновенная Проповедь Апостола Оставляла Бесчувственными Многих Его Слушателей Принять Или Не Принять Проповедь Искать Или Не Искать Жемчужину Бог Положил Произволение Каждого Человека Людей Нужно Приучать К Слову Божию Установить Его Авторитет В первую Очередь Для Самого Проповедующего Слова Проповедника Должны Быть Исполнены Глубокой Веры Если Человек Не Знает Что Именно На этом Поле В этом Месте Зарыта Жемчужина То Как Он Может Приобретать Это Поле И Тратиться Впустую Для Каждого Человека В Священном Писании Есть Какой-то Ключевой Золотой Стих Через Который Господь Найдет Его Проповедующий Должен Молиться Чтобы Бог Открыл Позволил Нащупать Это Уязвимое Место Через Которое Душа Раскроется На встречу Иисусу Как Это Было У Блаженного Августина У Святой Евдокии Или Евдокии Проповедник Должен Знать Священное Писание Почти Наизусть И Каждому Человеку Указать Где Зарыто Его Закусает Жемчужина Жемчужина Как Проповедовать Вот Батюшка Сегодня Сказал Такие Слова Мне Что Вот Советское Время Кому Надо Было Тот Вроде Как Находил Веру Вроде Все Закрыто Было У кого Жажда Есть Тот Найдет Тогда Ну а Что Тогда А Проповеди То Не Было Как Он Найдет Если Никто Не Проповедовал То Должно Быть Двое Движение На встречу Проповедник И Семя И Жаждущий Да Сеющий И Жаждущая Земля Если Жаждущей Земли Нету То Хоть Ты Сеешь Даже Проповедовать Вроде Ничего Не Произойдет А Если Проповедующего Нету Жаждущая Земля То Ничего Не Будет Она Жаждет Жаждет А Где Семени Нету Христос Сказал Что Он Он Вышел Сеять Семя Приходите И Я Вас Я Вас Вашу Жажду Волю Если Не Будут Пост Если Не Будут Посыл Господь Посылает Таким Людям Посылает Вот Посылает А Таким Посылает Сейчас Можно Приведу Я Ехала Наверное Недели Две Когда Мы Проповедовали И Там Женщина Ну Не Этот Раз Которые Это Последний Проповедовали А раньше И Ехала Какая Женщина Раз Со мной Села И Давай Со мной Разговаривать А у Ни Дефект Я Вижу Что Она Больная А Я Говорю Откуда Давно Ходите Давно И Вот Я Стала С ней Разговаривать Она Откуда Это Вы Знаете А Почему Вы Так Думаете Я Говорю Я Не Думаю Это Библия Написано Это Написано Вот Тут Вот Это Она Написана Верующая Сына И Жизнь Лична Она Говорит И Вы Все Это Знаете Я Говорю Так Я Уже 25 Я Хожу Еще Я Б Вот Этих Азов Не Знала Она Такая Довольная Такая Радостная И Прямо Меня За Руку Держит Я Говорю Да Я Уже Сейчас Выхожу Я Говорю Вы Поняли Вот Читайте Я Даю Визитку Даю Евангелие Вот Вы Читайте Потому Что Без Этого Вы Не Спасетесь Как Не Спасусь Я Хожу Я Исповедусь Я Не Спасетесь Написано Что Вы Вы Просто Приходите И Не В Брачной Одежде Вы Не Полный Погружение Нет Не Полный И Я Не Спасусь Она В таком Шоке Сидела В таком Это А Зато Когда Второй Раз Я Пошла В воскресенье Когда С вами Замерзла Попалась Вот Такая Женщина Слушала У меня Полчаса И В результате Меня Так Отстегало Что Я Кошки У меня Крещат Под Ногами Круто Почему Они Крещат Есть Хотят Ребенок Говорит Дитя Не Плачет Мать Не Разумеет У Него Должна Быть Жажда Жажда Это Естественная Богом Заложенная А Когда Безразличие Вот Сегодня Батюшка Про Эти Сказал Безразличие Тогда Было У тебя В поезде Еду Начинаю Я Сел Перекрестился Кто-то Спросил Или Как-то Проводник Не может Пройти Купе Забыто И мы В общем Вагон Объедем Он Не Может Пройти Это Было У меня Третьяковская Галерея Милиция Меня Взять Не Может Народ Так Спрессовался В комнате Они Только Через Голову Крещат Но Когда Мы Считаем Амос А8 11 Господь Говорит И Будет Время Я Пошлю Голод Господи Да Жажда Говорит Жажда Слышания Жажда Тогда Была Жажда Сильный Нет Ее И Я Еще Когда Берем Занятия В университетах Я Говорил Патриархию Убьет Все В людях А Почему Человек Пришел Ну Пришел Рот Развинул Все Проглотил Пошел Выходит На крыльце Причастия Выплюнул Пошел Выплюнул Но Он Верующий И Они Показывают Мы Верующие Вот Сейчас Нападают На Барнаул Православные Сейчас Которые Ходят Церковь Позвони И скажи На нас Такие Нападают На помощь Кто Придет Милиция Теперь Смотри Если Сейчас Кнопку Надают У мусульмана От Хабаровска Все Будут Здесь Они Кондагоп Устроят Здесь Почему Над ними Работают Они Пять Раз В день Перед Эти Муслимы Перед Своим Начальником Була Стоит А там Еще Имам Приедет И Замет Православные Как видят Что Наши Девушки Женщины Ведет Занятия Добунов Игорь Девочки Как одеты В платочках Ребята Все В поясах Ну Мусульмане Настоящие Как Приятно Смотреть Русские Ни один Не скажут Он только Хает И хает И хает Это Как говорят Люди Называют Другой Буквой Ну Охота С ними Дружить С мусульманами Честно Признаться Когда Они Когда Начинают Говорить За меня Там Заступались Таиге Когда Меня За бороду Там Начали А этот Услышал Мусульманин Из соседней Артели И такой Прям Поворачивается Так резко Он такой Как Рамзан Кадыров Такой Плотный И такой Ко мне Подошел Они За бороду Прям Глаза Загорелись Я говорю Ты Тихо Ты Куда Я Сейчас Пойду Разберусь Ну-ка Скажи Их Имена Я Все Там Знаю Я Не Надо Никого Трогать Зачем Ты Че Потерять Угрозы То Другое Сразу Мусульмане А почему Вы Не признаете Наших Дагестана Там Чечне Мы Наведем Порядок Я У нас Полковник Подполковник Дружинин И он Жалует То Другое А Они Стол Выставили Так Мы Сегодня Ночью Утопили Скажем Утонул Они Не будут Дальше Крутиться Долго И весь Сказ А за Вас За меня Мусульмане Всегда Заступались Ни один Мусульманин Мне еще Грубого Слова Не сказал За всю Жизнь Ни один В интернете Самый Добрый Отзыв От Мусульман Вот Если Вы Русские Так Жили Все А то На Нас Говорят Мы Так Чурки А Сами Какие Они Просто Млеют Как Красиво Ваши Дети Смотрят Как Женщины Смотрятся Этих Поместили Двух Там Леонид С С Леви А Вот Мы Нашли Мусульман А Сами Говорит Это Верующие Православные Нет Это Мусульмане Это Наша Мусульман Приложилась Мощам Пророчица Маленькая Бегает Мать Была проповедница Маленькая Это Пророчица На улице Везде Хватает И Сылует Я Не знаю Куда Спрятаться Устами Младенца Глаголит Истина Ой Вот Теперь Мы Говорим О чем Быть Ревностным Надо Как Прекрасны Ноги Благовествующих Мертв Священника Можно Узнать По Больным Ногам У них Профессиональная У Кузаку Парковен Почти У всех Наш Еще Батюшка Пока Кандыляет Потому Что Он Еще За Веечками Ходит Иногда А так Он Давно Уже Ползал Да Он В путешествии Постоянном Да Профессиональная Болезнь Ноги Гнилые Гнилые Ноги А Здесь Прекрасные Ноги А Сегодня Определяет Как быстро Человек Идет Это Определяют Врачи Говорят Половина Болезни Уже Нет А Больной Это Он Как Идет Он Как Далься Упин Поедем Я вас Довезу Это То ли Чеченец Или Кто У него Папаха Такая И Мимо наших Идет А я На улице Смотрел Ну Сколько Ему лет Он Лет 85 Определенно Есть И вот Видно Благородное Лицо Такое В руках Жезл Вот так Вот Идет Понятно Что Он Вот так Не будет Ходить К тому Артисток Привезли Перед И Стоит Шарашица Матфея 13 47 50 Ну И Хорошо Что Как Шарашица Еще Подобно Царство Небесное Неводу Закинутому В море И захватившему Рыб Всякого Рода Который Когда Наполнился Вытащили На берег И съев Хорошее Собрали Сосуды А худое Выбросили Вон Так Будет При Кончине Века И Изойдут Ангелы И Отделят Злых Из Среды Праведных И Ввергнут Их В Печь Огненную Там Будет Плач И Скорежет Зубов Монахи Половина Причи Откидут Мы Уходим По Миру Забрасываем Сети Которые Годные Монаши Суберем Остальных В мир Выбрасываем Причи Подходят Но Только Наполовину А Это Кончина Века Уже Все Я Специально Занимался Какая Причь К монахам Подходит Не Одна Все Надо Наоборот Вывернуть Толкование Поистине Страшна Сия Прича Ибо Показывает Что Если Мы И Имеем Веру Но Не Ведем Доброй Жизни Ввержены Будем В огонь Невод Означает Учение Веры Которое Переплетено Знамениями И пророческими Свидетельствами Рыбаки Суть Апостолы Ибо Кого Не Учили Апостолы Они Убеждали Чудесами И Пророческими Словами Этот Тоневод Собрал От Всякого Рода Варваров Еленов Иудеев Блудников Мытарея Разбойников Когда Будет Он Полон Когда Кончится Мир Когда Находящиеся В неводе Будут Разделены Тогда Находящиеся В неводе Будут Разделены Так Хотя Мы И Веровали Но Если Окажемся Присем Без Добрых Дел Извержены Будем Напротив Те Которые Имеют Добрые Дела Сложены Будем В сосуды То есть Вечные Жилища Всякое Действие Доброе Лито Или Злое Есть Есть Пища Души Так Как И Душа Имеет Свои Мысленные Дубы Ими То Душа Будет Скрижетать Тогда Сокрушая Таким Образом Свои Деятельные Силы За то Что Имевши Возможность Делать Добро Не Делала А Напротив Больше Творила Зла Нам Задавали Вопрос Что В аду Не будет Чувственных Мучений Будут Такие Духовные Переживания Скрежут Зубов И Игнать Нихонич Тоже Да Да Согласился Будут Душевные Переживания От того Что Душа Привыкшая Делать Какие-то Греховные Страсти Не будет Иметь Возможности Ведь Тело Уже Не Будет Там А Я Не Согласен С Этим Как Воскрешение Воскрешение Тел Верите Что Тела Воскреснут И Зубы Появятся Телесно И Телесные Будут Мучения И В огне Будут Корить Не Душа А Тело Все Живут То Телесных Мучений Не Будет Нет Не Не Невод Означает Невод Что Такое Учение 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 Ну Переплетено Поправьте Одна Нитка Идет А Другая Вот Так Клеточка Которая Невод Объясняет Каждая Нитка Поперечная Вертикальная Что Означает Чудеса И Что Еще Второе Еще Странисты Не Перевернули Уже Забыли Она Подворилась Маша Отвлекла Видишь Дело Раньше Один Проповед Сказал Петр Одну 3000 А сейчас 3000 Проповедей Чудеса Пророчества Еще раз повторю Не расслышу Чудеса Пророчества Которое Переплетено Знамениями Знамениями И пророческими Свидетельствами Пророческими Свидетельствами И знамениями Вот это Переплетено Вот этот Пневоз То есть Человек услышал Сначала Не поверил Потом Еще Чудо Какое-то О И вот Теперь Я верю Как Они Иудеи Покажи Нам Христа На Те Смотрите Вот Теперь Верим Елен Чудеса Чудеса Они Требуют Ну а Раз Требуют Ну тогда Не Да Что Требуют Елен Раз Иудеи Иудеи Они По сегодняшний день Требуют А самое главное Что случится Чудеса Вот это Житие Вообще Что-то С Евангелием Не сходится Требуется Не дастся Вам знамения Кроме знамения Ионы Пророка А тут Далось Почему-то И это Прославляется Тоже Какое-то Монашество Второе Лживое Как прославляется? Ну, жития святых, как вы говорите, монашество прославляется. И здесь явился Христос, и это прославляется. Но Христос, говорит, не дастся знамения, а тут далось. А прославляется кем прославляется? Монахами. Ну, вот, другой разговор. Не тобой же. Нами-то не прославляется. Колокольчик надо бить в этот момент. Во-первых, там, когда читаешь житие самое первое, он попросил этого Эмира, чтобы он убил всех евреев. И изничтожил поголовно, попросил его. И тот сказал, хорошо. И уж евреи пришли на коленях, все говорят, да вы что, давайте мы сейчас диспут устроим. И тогда уж согласились. А так бы не сказали бы ничего, и кончили бы всех там вместе с детьми и с женщинами. Ну, так можно, Игнатихович, поподробнее с этого места? Будут таки телесные мучения? Или только духовное угрызение совести? Будут, конечно, ведь тела будут воскрешены. Это тело так тесно связано, говорит Анна, за то, что наказывая тело, мы вращуем душу. Вот. И сегодня, который батюшка считал, то смотри. Как раз... Зачем тогда? Чем ли Бог говорил это? Вы вспомните? Меня отрекаются от этих слов. Нет, есть мнение, что телесных... Мучений не будет телесных. Только духовные. Это очень так... Вот, потому что душа там поскорбит, там ерунда какая-то, пойдет дальше грешит. Еще там нет. Первых христиан мучили? Мучили. До сегодняшнего дня мучают? Мучают. Да, мучают. Да почему? А это все опыт, который все в мире, опыт возьмет от них на себе. Муки будут такие, каких мы не знаем. Вот есть такой фильм, называется «Шесть». Шесть. Вот там, посмотри, как они над ними делают, что ли. Подставляют или... Он стоит мощный, так вот и корот раздевает, его трясет вот так вот, жилы вытягивает. Шесть. Заряди и посмотри один раз. И потом, кто не принимает, их отдельно, голову зажимают, готово дело, голова в корзинке. Гильотина. Мы, если хотим это все знать, то должны узнать. Вот там говорится пророчество. Это нитка вот так, а потом перевязывают, другая идет, когда знамение чудеса. А какие у нас знамения чудеса? Пророчество, это я должен прямо по Библии говорить. Я это знаю. А знамения чудеса какие? У меня были, какие знамения. Я отвечаю всем ни разу никакого. Я ни разу ни одного голоса оттуда не слышал. Никого не видел, никогда. Вы же говорили про чудо. Когда пришли, в сарайку зашли, у вас там стояла кружка. Ну да. Это чудо. Ну это такое чудо, что оно просто надо разъяснять. Слышала? Да. Ну а такое чудо, как они-то, они это просили, чтобы явленность сейчас была. Это не чудо. Вот сейчас вдруг. Кружка, компотка, хлеб. А Вера через высшем нет. А что это есть? Человек утонул. Море бушует. Сотвори чудо. Он помолился, и вдруг, он выплывает. И вот дельфин бросил, и на палубе лежит живой. Это чудо. Они искали такого. Или вот это... Сколько у тебя? А там горсть муки. Три года будет не урожай, у тебя мука не перестанет, и масло. Ну-ка в сказке-то горшочек вари. А как остановить, не знаю. Ты через край, и улица вся в каше. Все ворота, говорит, в тесте. Марфа, глями, готовят. В одной из бесед Иоанна Златоуста говорит так. Те члены тела, которыми в этой жизни мы гречили больше, вечности будут мучим и больше. Терпеть мучений больше будет. Как это, не знаю. А наша бабушка просто объясняла. Сестра старшая. В 10 классе училась. И там они в школе, в какой-то концерт, танцы были. Ну и она, там это, бабушка узнала. И как она начала, ты на том свете, на раскаленной сковородке будешь голыми ногами плясать. Вот так вот. То есть, объясняли так. Неплохо. Но, было. И помню, у дедушки была книга, как она называлась, я не знаю. Ну, примерно вот такая вот размера. Ну, на Савянском изделии. И там картинки были. Картинки такие, красочные картины. Цветные. Но, там были все эти, показывали, как мучения там это будут проходить. Кому чего, да? Помнишь, такая была книга? Да, конечно. Ну вот. Кому чего, да? Да, да, да. За разные грехи. Как это было? Вот так вот. Как это было? Висит, подвешивает змея, его жарит непрерывно. Змея там жарит, раскаленными там этими кочережками там его поджаривают. Там это огонь снизу. Ну, разные там это мучения какие будут. Теперь вы говорили вот о том, вот проповедовать здесь вот, здесь будем проповедовать, то все. Все не от нас зависит. Кому Господь закроет, никто не откроет. Почему сегодня закрыто это? Сегодня столько уже Евангелий, Библии, Слово. Думаю, на каждого человека не по одному экземпляру, наверное, приходится. Да, конечно. Я помню, мы в 70-е года поехали, это был, наверное, 79-й год. Вот, я тогда только женился. Нет, 60, 69-й год. 68-м году, 69-й год. Помнишь, мы поехали туда в Ригу, в Ленинграде были, и были в семинарии. В Ленинградской семинарии, там в храме. Ну, и там зашли, и как-то получилось так, что Люда, матушка, помогла полуборщицам помыть там в этом. А, знаете, там где-то с кем-то немножко поговорил. И нам подарили они Новый Завет, там отдельные листочки старого издания, там небольшого. Так мы были рады, мы вышли. Мы не знаем, это, если бы нам дали в мешочек золото, мы так бы не обрадовались даже. Как вот этой книжечке, понимаете? А там были. Помнишь это, нет, Инна? Конечно. Конечно. Вот. Понимаете, какая была эта. А сегодня все, смотрите, что, это у нас только взять в 60-х годах, это во всем Барнауль. Да не Барнауль, в Алтайском крае столько не было, сколько у нас сегодня на столах. И что? Сколько вы по городу распространили? Десят. Сколько по деревням? А где они? Десят. Где? Нет ничего. Бог закрыл. Теперь вы говорили, а вот, я сказал, что в то время, да, в то время, когда не было ничего, нельзя было вслух говорить, но были люди такие. И я знаю хорошо таких людей, не понаслышке. У нас небольшая деревня была, может, 150 дворов. Но во всей деревне ни один не был октябренском комсомольцем, пионером, только в нашей семье. Чтоб совсем не быть нигде. Нет, один у нас, где-то часа два, был партийным, брат Иосиф. Приходит со школы, он, наверное, во втором классе учился, и радует, мам, ты знаешь, я кто-то, я октябренок, вот у меня звездочка. Мать его за дверь, дверь на крючок, кто тебя принимал, иди там и живи, Кулина Ивановна. Он прибегает, а школьный дом учителей был на двух квартирных, стоял в ограде школы. Он забегает к учительнице, она там тетрадки проявила, он с порога его звездочку запулил. Заберите свою звездочку, я хочу с мамкой жить дома. И все. Вот он, сколько, часа два он был партийным. На другой там где-то день, или сколько, она встречает в магазине, мать, да, Марья Егоровна, что ж вы это так, вот это, вот ребенок, это же вот. Она говорит, да вы спросили меня. Вот когда, говорит, он пойдет в армию, то пусть, говорит, вступает в комсомол, в партию, куда, я над ним не властна. Но пока я властна, я, говорит, это, мать грозили, что мы детей заберем. Она говорит, забирайте, вы будете пред Богом за них отвечать. Спокойно, она говорит, забирайте, всех забирайте. Вы пред Богом будете за них отвечать, не я, а пока они здесь, я, говорит, пред Богом буду за них. Она читать не умела. Ни Евангелия не было в доме, никакого. Но был у нее страх. И она этот страх в наш план. Можно было? Можно. А сегодня что? Храмы. Сколько сегодня? В Барнауле только около 20 действующих храмов. Представьте, сколько. Какие храмы? А что в храмах? Что, всего 20? Ну, я примерно говорю. Я больше не знаю. Побольше, наверное. Ну, не будет. Ну, примерно. А тогда был один храм Покровский. И тот был временами закрытый. Едем в поезде. Я сегодня еду в поезде. В одежде. На столе у меня лежит. На столе всегда клану Новый Завет. У меня там молитва слов лежит. Открыто. Все. Вот. Пожалуйста. Сидим мы с сестрой едем. Мы открываем помаленьку. Читаем так вслух, чтобы было. Ну, не громко, не на весь вагон. Но мы что-нибудь. Никто, ни один человек. Только мусульманин. Проводник. Он так вежливо подходит. И, видать, вы? Иоаким Чихонович. Вам, может, чайку будете? Нома свое. Говорит, да мы есть чай. А то, вот, пожалуйста, там чай. Он, значит, это... Иоаким Чихонович. Он навелись всю дорогу. Они любят это, кстати. Такой, да. Величай. У них же имя тоже было. У нас живут молодая семья. Устинов Алексей. Он поехал летом сюда, в город. И ребятишки с ним. Двое ребятишек. Варламы, Натарий. Ну, они едут. Он, когда едет в город, он... Никак. У нас были братья, которые едут. Брат в город. Я подхожу, смотрю. У него рубаха заправлена, значит. Растегнута. Все. Я говорю, брат, а что ты так это едешь? А я еду в город, буду с безбожником, братья. Поэтому я по-безбожному оделся. А этот есть в город. Он, как вон, в сапогах. Рубаха, значит, под поясок такой. И ребятишки все так же. Заходят они... Где там фруктовый мир. Фруктов купить. Ну, и... Там, конечно, узбеки, там, или кто они торгуют эти. Он увидал и Варлама. О, мальчик, и тебя как зовут? Он говорит, Варлама. Он отступил, говорит, нас вам. Как, как? Он, Варлама. А ну-ка, еще раз повтори. Он еще раз вам повторяет. Я не слыхал такого. А как это такое имя? А ведь... Ну, Алексей говорит, ну, мы верующие. Мы называем, вот, как у нас написано, там, в календаре, это мучает. Был там такой-то, это... Ну, и второе. А тот еще разговаривать не умел назарить. Он начал вот разговаривать. Ему четвертый год. А он только в этом году начал разговаривать. Не разговаривал. Вообще ничего. Тот, что-то, это, он говорит, еще не разговаривает. А как он, Назарь? О, Назарь. Ну, и они там выходить... Он, подожди, подожди. Побежал, говорит, у него этот, как он называется этот? Ананас. Ананас. Здоровенный ананас. Ему вот, Варламу. На. А он дорогой, дорогой. Там несколько сот, наверное, он стоит этот. Потом, подожди, подожди, пошел там сухофруктов, еще фруктов набрал, все. Задарил только за одно имя, что это. И так одетый. Ему понравилось, что как одетый, и имя как названо. Вот, так сейчас он, когда я заезжаю, говорит, он мне, говорит, скидку такую делает, там, в Узбек. Я в Киргизии был, утром вышел я, и убираю этот портуар. Снежок защищаю, он там подтаивает. Вот сейчас был. Проходит старый киргиз, такой, проходит. Бог, помощь вам! Он говорит, спаси Христос. Васька подходит, он говорит, раз, тут подходит. Ну, это так они, говорит, это, да, они знают, что мы здесь, вроде, живем, такие, так, говорят. Это у Васи теперь четыре дочери. Четыре дочери, нет. А, родилась у Василия, да? Валерия, София, Александра и Евгения. Евгения. Евгения, это Евгения. Евгеша. Четыре дочери. А у них зовут так. Александра, ее спрашивают, тебя как зовут, Александра? Нет, я не Саша, я Александра. Молодец. Только полностью именем, чтобы называть, Александра. Поэтому, не зависит, по-моему, даже от этого. Да, может быть, это, но ничего не меняется. Я сравниваю 70-е годы, когда я начинал служить, и сегодня. Ну, это в храмах где-то бывает, когда там служишь, и с вершней общаешься. Я вижу, что духовное состояние, даже паства, там, где храм есть, намного ниже, чем тогда было. Люди были как-то более богобоязненны, скажем так. Они к Богу как-то не к сердцу. А это нет. И начнешь, вот дело же уже говорить как-то, действительно, нет того уже. Вот это все то, что так вот было. Думали так, дай Евангелие сейчас свободно, чтобы было. О, здесь будет какое духовное возрождение. А нет, в каждом книжном магазине, раньше было, целый отдел атеистической литературы. Там и там о Ленина стояли, и разные. Сегодня нигде нет ни одной брошурки. Но в каждом книжном магазине можно Библию найти, Новый Завет. В разном, и в кожаном переплете, и в деревянном, и в мягком, в твердом, с картинками, без картинок. Можно любую, такого размера Библию, крупную, мелкую, карманную, какую угодно. Там и с замочком закрывается, все можно найти. А того нету, что было. Ну, а какую пробовать, когда спокойно лежит Евангелие, ну, бери, читай. Нет того. А это все сегодня еще. Телевизор есть. А по телевизору показывает. Я нашел у отца, и она... Стал журнал. Есть такой журнал, «Славянка» называется. Это женский православный журнал. Ну, я листаю, смотрю, там доходит, значит, пошло там о крещении, там, и все, и картинка. Вот так, такой это. Он одной рукой ребенка держит, а второй рукой терпает воду, и ему на голову. Я следующую картинку перелистываю. А там картинка. Батюшка стоит в воде, на берегу стоит другой батюшка. Дальше, значит, Оля у Нагаева стоит на мостике. Дальше, значит, там уже не знаю, она где-то, кто это. Потом Наташа Приходько, Марина... Морозова. Дубунова. Нет, не может быть. Нет, не Дубунова. Марина Дубунова стоит. А, там еще разные они. Марина Дубунова стоит. А крещуя, по-видимому, Лену Сокольскую. А-а-а. Девчонка. Это ближе, цветные уже. Да, на другой, это, на всю, на два листа, на весь разворот. Он, представь, пока... Но там нет, что откуда это, что ничего нету. Просто подобрали. Здесь он, значит, рукой поливает ногу, а там батюшка стоит в воде. Выбирайте. Ну да. Но в статье это написано, что правильное крещение полным погружением. Это нигде. Это любого спроси. Тот, который обливает, спроси, что такое крещение. Он по-другому-то сказать не может. Другой-то формулы нету. Но нет ее в другой формуле. Одна формула. Погружение. Только трехкратное погружение. Другого нету. Писано. Просто не придумано еще. Они уже не придумали. Не придумали. Не позабыли. Любого. Семинариста кого спроси. В общем не придумали. Я рассказываю, как у нас было в семинарии, когда мы в Заочно же учились. В Заочно тогда одна была в Заочно семинарии, только в Загорске. Это Сергеев Пасад сегодня. А в Заочно уже учились те, кто имели уже в Сане были. Декана, протеерея, архимандриты, там, ярмонахи. Такие. Просто без рукоположения не было заочников всех. Ну, некоторые уже там, может, по 20 лет проучились, прослужили там. Такие были. Ну, и останавливались, бронировали гостиницу недалеко. Первый год были на территории, а потом гостиницу стали бронировать. Ну, и вот вечерами-то там сходимся, начинаются какие-нибудь богословские беседы, там доходятся до того, чуть за бороду друг друга не таскают. Ну, и зашло окрещение-то, что я, давая окрещение, говорить, что должно быть. Да что ты, а тогда же были все, когда Советский Союз был, и в Западном Украине, и в Украине, и с других республик, с Молдавии, там, со всех, все учились здесь. Он говорит, а у нас как, у нас стоит 50 человек, батюшка проходит кропылом, кропылом, а другой говорит, а у нас и щайничка поливает, там, это, и все. Ну, вот, как, ну, вот завтра будет у нас профессор, вот, такой был он, Глухов, там, самый строгий такой, вот, будет лекция завтра, отвечает, вопросов, там, говорит, у кого вопросы есть, ну, кто будет вам, ну, кто поднял, говорит, отец таким, вот, давай ты-то и задашь вопрос, ну, давай, я задам. Ну, а я задал вопрос, говорю, как считать, нет крещения, вот, бывает так, что там, ну, каким-то обстоятельством, что нельзя покрестить, там, может, обливание, там, это, и кропление. Он сразу, батюшка, что такое крещение? Дай формулу. Ну, я сказал, он говорит, остальное все профанация. Обман. Обман, подделка. Остальное все, говорит, профанация. Понятно, понятно, все, и все. Но, по сей день, везде так это и делается, еще. В большинстве случаев, редко, где только крестят, полным погружением, редко, редко, где. Потому что есть, новые храмы строят, строят и баптистерии, но спроят, а крестят, ну, если кто пожелает. Пожелание, если кто-то пожелает, там, а если не пожелает, то зачем это? И как называется, знаешь это? Что? Бог поразил бешенством, безумием, одержимостью священников. Сегодня в интернете это просто статьи идут такие, что это проклятое сословие в России, которое все погубило. Андрей Кураев об этом статью выставил, и говорит, ну, было с церковь гонимая, но чтобы такое призреление им было, от отверзения, как от мерзости, именно к церкви. И сделали это священник архиеверий. Вот и втихий-то из этой и восстал. Прямо называют их антихристами. Он помрет, наверное, скоро и втихий. Да, плохо ему совсем. Да он больной, он чувствует, что скоро уйдет, он хоть в конце скажет. Он так и сказал, говорит, я стою уже перед вечности, мне надо сказать, чтобы не быть лоном перед Богом. Раньше-то он побоялся бы сказать, боялся сказать раньше. Но он уже давно об этом говорил. Почему? Ну, объединение, когда пошло, то он, это все, по-другому было. Едем на собор, все договорились, какая будет у нас позиция. Там идет на второй день, ему сон приснился, он резко меняет сразу, и все. Ну, а что мы остались? Виктор Андреевич был там, все плечами пожали, что нет? А теперь, батюшка, вот, что есть. Ну, разрешите, сестры, уже конец, сестры, четыре человека, выходите сейчас сразу, выходите, машина готова. Я везу вас, Александра Михайловна, вы тоже, потому что у меня полная машина. Я вас везу на остановку. Четыре, выходите сразу. Кто еще захочет, посмотрим. Маргарита, после них, следующая. Достойная всякого истину, блажите Тя, Богородицу, В пресне блаженную и ты непорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слово ручшую, Сущую, Богородицу Тебя величает. Господи, не отбегни нас от Писатого и Духа Твоего, Святаго, не отними от нас. Тебе слава веки веков. Аминь. Осталось еще два раза в день. Вы уже пять раз помолились. Сережа, ты едешь там? На кухне. Не память, я тоже заберю. Спасибо. Уберите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Это очень пяти, наверное, раз. Рубанка-то свободная? Да. Так, Александр Михайлович, тогда это я вас довезу. Спасибо.